Я как-то испугалась, что маку не грозит, ты не расслабилась. Хорошо, что сконцентрирована на игре. Ну, не знаю, я так сконцентрирована, что даже не вижу простых вещей, как в Ферси H4. Ну, ладно. В общем, такая первая мертия. Ну, вот первая партия всегда... Давайте пробуем это сделать. Не просто сыграть. Поиграть стародискую защиту. Пять минут назад только вернулся домой. Так, такое, что заготовила. Не знаю, получится ли. Ну, посмотрим. И здесь у меня такая идея. Ферси D3. Знаете, согласно моей базе, с Марией так никто не играл. Вот, посмотрим, насколько удивительная ухода. Но она вот сыграла правильно. Это главная линия. Видимо, она знает этот вариант. И все, в общем... Не помню, надо разменивать эти... Ну, хорошо, что хотя бы то, что я успела посмотреть, как раз на доске и появляется. Как там лучше действовать там? По крайней мере, пока. Сейчас мы играем не помню. Ну, допустим, давайте разменяем. А, нет, не Сталин. Ну, тут у меня тоже выбора особого нету. Давайте возьмем потом Сон G5. Вот такая вот идея. Да, откроем взять на E6 и поле D5 заплатить. Что-то есть на C6, код КНЕ4, да, есть неприятный. В общем, пока все нормально. Значит, все-таки зря я поменялась, да, я забыла. Так, если у C6, мы взяли КНД5, например. И тут у Вело должен быть небольшой перевесик. То есть довольно спокойно. Давайте на E8, взяли вроде ничего. Ну, давайте на E8 сыграем. Так, все правильно. Здесь мы должны теперь захватить эту. По-моему, это единственный код, который проигрывает пешку C7. Так, вроде бы так ходим, да? По-моему, да. Тут все просто, в принципе, простые ходы. И на поле D5 в нужный момент устремляемся к нему. Или сразу Сон D6. Сон D6, давайте начальной, наверное, издавайте. Сон D6 и КНД5. Ну, то есть можно разменяться. Так, ну, я думаю, что мы для этого и поставили Сон на G5, да, чтобы вот так вот ответить. Поэтому мы так и сделаем. На КНД5 Сон Д8. Ну, давайте теперь протезнеться, посмотрим. Ну, Сон D8 тоже просто. Нужно ли мне сейчас пойти Е4? Вот еще вопрос. Сон D6. Креплять этого коня или по-другому как-то наращивать давление? Возможно, что нет. Возможно, С5 здесь стоит пойти. С5 с какой-то целью, чтобы... Так, скучноватая позиция, но... С6, если что, проделать. Ну, черными, как говорится, не выбирают. В общем, не знаю, ладно. Посмотрим, что получится, опять-таки. Я чувствую себя спокойно, и как бы я так все настроила, потому что даже если что-то вдруг неожиданно пойдет не по плану, то потом обязательно все наладится. Поэтому пока сыграем. В любом случае, будем учиться. Так, давайте мы подумаем, нужно ли нам сейчас отступать. Посмотрим, что это неправно. Сейчас, конечно, не нужно отступать, вообще непонятно. Нужно будет сыграть. Блин, может, КНД-5 не стоило ставить? Блокировали, мы не давали по-слону развиться. Да, соперница тоже стримит. С6 сейчас особо бессмысленно, она же в B6 пойдет. А я-то С6 хотела пойти. Сейчас поняла, что это не очень может быть интересно. Блин, ну что я сделаю? На что-то импровизации, да, я с вами согласна как-то. Да, я не знаю. Немножко хотела бы повеселее. Ладно, даже если я ошиблась, то в будущем еще. Все-таки, когда вы дебют смотрите, нужно стараться запоминать планы, а не конкретные ходы. Но вот почему-то не всегда получается, хотя это логично, запоминать план. Правда, с С6, КНД-5 взяли, взяли. Потому что, в чем причина? Потому что, когда ты запоминаешь конкретный ход и не понимаешь, зачем он сделан, то ты потом во время партии, ну, понятное дело, на память нельзя полностью полагаться, да? Правда. Да, нельзя полностью полагаться на память. А здесь, а здесь, я думаю, сыграть будет. И потом во время партии может произойти такое, что ты, так сказать... Чтобы не пустить. А, и все, теперь в 5, мы где-4 поле забрали, да что ж такое? Ну, может быть, два слона в какой-то момент искажутся, кстати. Надо было все-таки так пойти. Ну, ладно. У меня там пробу и ошибок. Вот, я говорю, надо было в этом варианте еще запоминать ходы. Смотрим. Может быть, начать давить на ферзевый фланг сразу, раз уж на то пошло. У меня там, по крайней мере, перевес какой-то. А, ладно, что терять? Мы помним завет играть активно и все получится. В общем, я говорю, нужно вспоминать, стараться идеи. Потому что, если ты во время партии забудешь ходы, то ты будешь помнить идеи. И, в принципе, ты не будешь как в каком-то незнакомом для тебя месте находиться. Будешь нормально ориентироваться. Что? Ну, что, какие у меня планы? А4, Б5 прийти. Хочу давить на ферзевый фланг. Вообще, конечно, не советуют при двух слонах открывать позицию. Но я надеюсь на вот этого вот товарища, который вскроется после А4, Б5. А если не 4, я хочу А4 продвинуть. Давайте с А4 я сыграю. О, мне сразу это сделали. Так, ну давайте я сразу так и пойду. Мне хочется открыть диагноз. Вроде бы, Девка нету особого. Вообще никакого, надеюсь, да? Особого Девка, это, конечно, замечательно звучит. Сразу же эту штуку мы подрываем. Вроде бы, нельзя от этого защититься. Если они бьют на f3, я, наверное, возьму пешку, а потом его в 4 продвину. Блин, немножко вскрылась позиция. Да, возможно, я сыграла не точно где-то. Так, е3 ход очень рискован. Если еф, может быть, все-таки слон f3 пойти. Конечно, разбитая структура, но зато... После него потеряется эта пешка. Может быть, поспокойнее немножко. Линия езды. Мы попробуем. А, даже так. А, ну, может быть, это нормально. Может быть, ход слабый, но... Что нам бояться? Может быть, просто еще было еф, конечно, сходить. Так, ну ладно. Здесь вот у меня была идея пока вытащить слоника. Слон f6. Где-то на 2 пешку. Да, это понятно, в принципе. Идея хода понятна нам. Давайте попробуем надвинуться немножко. Но какая-то здесь начинается заварушка, потому что сейчас хочу ладиды 8. Слоны активные очень. Там слон b3 есть еще ход какой-то. Ну, ладиды 7. Поэтому давайте так. Кажется, я кое-что неприятное заметила. Или нет, или все ок. Слон b3 сюда, сюда. А, ну как-то неприятно. Да, получается. На всяком случае заведем прямув. А что? Что-то нам захватили линию d, похоже. Как бы не печально это звучало. Может сейчас ладиды 1 пойти? Не ожидала, что она возьмет, но на всякий случай, кстати, завела. Или сейчас b5. b5. Нет, b5 пул. Или конь d1. Б5, она может считает. Взяли, взяли. А с другой стороны что на такого грозит? На c6 будет висеть, конечно. Стридание, приятно. Ну, у меня где-то есть вариант побить на c3, подойти на d1, да? Давайте как-то так, что ли, защитим. Чтобы у короля, она же 2 поймала в отступлении, в случае размена всех этих. А если сейчас ладиды 4, ладиды 4, b5, блин, как-то я, по-моему, не хотела куда-то. А, нет, этого не произошло. Ну, хорошо, снова буду. Не знаю, может быть, это зря. Это было бы не очень весело. Будем это так мог быть или нет. Без разницы все, давайте играть. Времени у нас мало осталось. Надо какие-то решительные действия все-таки предпринимать, пытаться. Фух, что-то волнуйся. Что-то, кстати, от этого хода-то. Я уже была спокойная. Сейчас пошла ваза. 7. Ой-ой-ой, опасно. Опасно, блин. Ладно, так пойду. Так, ну все, соберница не рискнула все-таки на это пойти. Я думаю, поменять вот это, что ли? Как опасно. Давайте мы это сделаем. У меня появилась идейка одна. Учтимся. Ладно, я сейчас не могу убить эту пешку. Там же связка очень неприятная. Ладно, давайте уберемся из-под связки. Ну, ее сейчас защитят, естественно. А-а-а, я так своими идеями увлеклась, что... Ой, как я зевнула-то. А, ну ладно, да? Не взерет. Чудно-чудно. Все прекрасно. Жизнь моя чудесная. Почти что. Ну, не совсем. Так, ну что, кого съедим? Да, мне не нравится то, что я сделала немножко. А-а-а, да, съерь пешку у меня. Но зато ладья активная. Мне это нравится. Просто фигура могу выиграть, а на ходе ладья бы играется. Я думаю, что за счет этого можно что-нибудь выбрать. Классная идея, конечно. Кролика. Цент нечего. Так, пусть. Так, пусть. Ну, что я делаю? Что я творю? Ну, что Даша делаю? Объясните, пожалуйста. Она сейчас есть на И-3. Мои, что я делаю? Нет, я говорю, тяжело играть и комментировать, поэтому, в принципе, все понятно. Ай, быстро-быстро играем, пожалуйста. Ой, господи, ну что же я натворила? А, ну, теперь она себе заметила. Да, прекрасно, конечно. Мне нервирует у меня маленькое количество времени, малое количество. Что я творю? Я не знаю, я не знаю. Помогите мне кто-нибудь. А, убирались отсюда. Да что ж такое? Как мне с этим справиться? О, мы съедим слона. Ой, это я вернула слона. Слона съедим. Ну, у меня же выигранная была. Так, ну, времени еще мало. Че я так волнуюсь-то? Блин, такой кошмар, я боюсь. Люди, помогите мне. Может, ничью-то все-таки мы сделаем? А, нет. Позиция-то ничью-то. О, неужели, я не могу от этого защититься. Я же могла выиграть. А, нет, я могу. Нет, не могу. Нет, я должна защититься, я должна это сделать. Ой, это я зевнула. Уфу, зевнула. Так, все нормально. Даша играла спокойно. Это я зевнула, Жер. Я уже думала, что я меняю. Да что такое? Как эту ладью дурацкую вытеснить? Блин, что я творю? Я не знаю, что я творю, честно. Я вообще в шоке. Так, все хорошо. Прекрасная маркиза. Как хороши. У нас дела. Нет, не хороши, ладно. Хороши, как быть. Так, все нормально. Выйдем вперед. Да. Кажется, я проигрываю эту партию совершенно. Почти все готово для успеха. Фух. Фух. Да, не обидно было. Повезло. Какое счастье, что у меня получилось. Ура, я выиграла. Это моя первая победа. Нет, Даша совсем не похожа на меня. А 9,5? Да, что ты не замужем? Нет, еще не замужем. Теперь, значит, заняться во время обеда. Ура, Саша, у тебя появилось шоу, да? Совсем добрый день, с кем еще не поздоровалась. Так, еще сейчас надеюсь, походу, потом урок отдавать. Хорошо, удачи. Слона зевнула. Хорошо, Андрей, когда ты, если ты уйдешь, ты, я думаю, еще предупредишь об этом, да? Я думаю, что да. Тогда мы продолжим. Ну, то есть, блин, о чем я говорю?